Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Мы часто читаем в комментариях, что раньше машины были лучше и надежнее. Давайте взглянем на кроссовер, который продается уже 6 лет и посмотрим, что в нем за это время ломалось. Итак, встречаем Skoda Kodiaq! Этот кроссовер Skoda здоровенный, как медведь Kodiaq, в честь которого он и назван. Однако, в основе чешского кроссовера лежит платформа Tiguan. Грубо говоря, перед нами лифтованный Superb 3-го поколения. Этот автомобиль поступил в продажу в 2017 году. С 2018 года производство Kodiaq было налажено в России на заводе в Нижнем Новгороде по полному циклу. Винт таких машин начинается с буквы X. Кстати, на данный момент эта машина продается. Кому интересно, ссылку мы оставили в описании к этому ролику. Ну что ж, давайте приступать к разбору слабостей и косяков этого автомобиля. Кузову Skoda Kodiaq в целом претензий нет. Петли не провисают, замки работают нормально, уплотнители не отваливаются. Но владельцы замечают, что лакокраска быстро царапается и буквально пробивается каждым летящим камнем. Но краска вокруг этих кратеров не вспучивается, но со временем пробойно может обрести рыжий оттенок. Буквально на всех Skoda Kodiaq потеют фары. Они заволакиваются испаренной изнутри буквально после каждой мойки. И это проявляется в холодную погоду. Но потом через 20-30 минут проходит. Дилеры Skoda говорили, что это нормально. Фары меняли по гарантии только в том случае, если изнутри фар появлялась желтизна. Как правило, она образовывалась возле внешних границ плафонов, то есть возле крыла. Немало владельцев Skoda Kodiaq замечали, что петли капота слабо затянуты и болтаются. Печальных случаев с отрывом петель не было, хотя у редких машин на очень высокой скорости капот начинал вибрировать именно из-за люфта петель капота. В общем, стоит один раз на всякий случай подтянуть винты крепления петель. Добавим, что если изнутри на капоте вашего Kodiaq нет никакого изоляционного материала, то его можно купить по оригиналу и установить. Вот вам номерок. Еще по гарантии на всех машинах исправляли дефект левого омывателя фар. После срабатывания он немного проворачивался вместе с крышкой и не закрывался до конца. Говорят, всему виной кусочек пластикового облоя, то есть заусенец на корпусе этой форсунки, которая заставляет форсунку проворачиваться. В секцию фонарей, которые встроены в заднюю дверь багажника, часто попадали мошки и мелкие соринки. А все потому, что тыльная сторона корпуса этих фонарей с завода имеет здоровенный и ничем не прикрытый проем, через который внутрь корпуса попадает эта самая мошкара и пыль. По гарантии дилеры продували фонари и устанавливали в их корпуса поролоновые затычки. Skoda Kodiaq запомнилась еще и тем, что стекло задней двери может самопроизвольно лопнуть и отсыпаться в багажник. Как правило, такие сюрпризы случались ночью, но эти сюрпризы в основном случались в гарантийный период. Поэтому без проблем задние стекла меняли по гарантии. Однако задние стекла на Kodiaq трескаются до сих пор. Отметим, что чаще трескаются стекла от компании SizeCam и гораздо реже от AGC. Самое печальное то, что сейчас вам заднее стекло на Skoda по гарантии никто не поменяет. Новое стекло от SizeCam стоит 210 долларов, а от AGC – 290. Еще по гарантии на этих машинах меняли кнопку отпирания двери багажника. Так вот, судя по каталожным номерам, у нее есть более новая ревизия. Но покупка этой кнопки обойдется вам примерно в 200 долларов. И это потому, что она идет в комплекте с камерой заднего вида и проводкой. Так вот, эта кнопка может выйти из строя на ручной мойке, если мойщик направит на нее струю воды. Ну, а теперь добро пожаловать в салон. Kodiaq оснащается разнообразными помощниками вплоть до системы автоматического торможения. Массовых проблем с электроникой нет, хотя на некоторой части автомобилей все-таки происходила замена электронных блоков. Вопросы вызывает не всегда адекватная работа ассистента автоматического торможения. Много ложных срабатываний в абсолютно безобидных ситуациях. Встречаются повторяющиеся случаи с глюками адаптивного круиз-контроля, который предлагается решать зарядкой аккумулятора или заменой подрулевого переключателя с кнопками круиза. Нередко на время перестает работать ассистент мертвых зон. В гарантийный период на многих Kodiaq поменяли кнопку запуска двигателя. Именно из-за нее мотор запускался чуть ли не с десятого раза. А вообще самым эпичным фейлом этого автомобиля владельцы считают подстаканники. Дело в том, что ими можно пользоваться только когда поднимаем центральный подлокотник. Вдобавок они очень тесные и глубокие. И вот стаканчики с кофе будут стоять очень близко друг к другу и очень низко, буквально под локтем. Ну а теперь поговорим про двигатели. Skoda Kodiaq, которые продавались дилерами за пределами Евросоюза, оснащались тремя моторами. Это два бензиновых TSI и один дизельный TDI. Базовый мотор – это 1,4-литровая кроха, выдающая 150 л.с., относится к семейству EA211. Турбонагнетатель здесь японский и выдает аж 1,3 бара избыточного давления. У этого мотора алюминиевый блок цилиндров, ременной привод ГРМ, два фазовращателя и встроенный во впуск интеркуллер модуль из насоса системы охлаждения и двух термостатов приводятся отдельным ремешком. Звучит очень страшно и сложно, но правда в том, что этот двигатель очень надежен. Никаких допиливаний по ходу дела концерн VAG не производил. Ременной 1,4 TSI сразу получился надежным. До 200 тысяч километров легко обходится только заменой масла и расходников. Масло он не расходует в принципе. Ремень ГРМ надо менять каждые 120 тысяч километров. И сейчас мы озвучим такую информацию, от которой у хейтеров что-то может лопнуть. Двигатель 1,4 TSI – это надежный мотор, который пробегает без капремонта примерно 500 тысяч километров. Кстати, в наших широтах есть моторы, которые пробежали 700 тысяч километров, более 700 тысяч километров без намека на капремонт. Что нужно знать на данный момент? На Kodiaq с моторами 1,4 TSI частенько приходится менять двухмассовый маховик. Короче, если что-то лязгает под капотом и причем тон звука меняется из-за включения электрических потребителей, например, подогревом, ну там еще чего-нибудь, то значит вам надо готовиться к замене. Двухмассовый маховик стоит 550 долларов. Ну, плюс еще работа по его замене. Еще ременные моторы 1,4 TSI на любых моделях VAG удивляли внезапно громким цоканьем. Оно появлялось и до сих пор появляется на втором-третьем году жизни двигателя и позже. Это цоканье и шорох издает выкрутившийся из фазорегулятора выпускного распредвала винт. Когда остается несколько витков до полного выкручивания, он начинает задевать об алюминиевую кожу хремня ГРМ. Иногда выкручивание винта сопровождается вытеканием масла из фазовращателя. По гарантии дилеры меняли фазовращатели. Вообще, можно купить один винт либо же набор из пяти штук и заменить их с использованием резьбового клея герметика. Если Kodiaq был ввезен из Европы, то он может быть оснащен двигателем объемом 1,4, а позднее мотором объемом 1,5 с системой отключения цилиндров. На клапанной крышке этих двигателей будут две коробочки. Это актуаторы системы отключения цилиндров. В общем, это новый виток в развитии двигателей EA211. Ничего страшного пока с ними не происходит. На официальных Kodiaq был доступен еще один мотор. Это турбочетверка семейства EA888 мощностью 180 лошадиных сил поколения 3B. Мотор с индексом CZPA. В общем, этот двигатель точно такой же, как на Tiguan 2. Но на Kodiaq он пришел с уже исправленными недочетами. У этого двигателя цепной привод ГРМ. Проявлять внимание к цепи надо к пробегу примерно 150 000 км. Она при этом растягивается. Этот двигатель работает по циклу Миллера. В отличие от японских двигателей с укороченным тактом сжатия, у этого двигателя укороченный такт спуска. То есть пускной клапан закрывается и прерывает наполнение цилиндров воздухом до достижения поршням его нижней точки. Конкретно такая версия двигателя выпускается с 2016 года и хорошо себя зарекомендовала. Правда, в последнее время за турбочетверками CZPA встречается грешок. С одного из клапанов может сорваться сальник, маслосъемный колпачок, после чего при открытии через такой клапан в цилиндр масло будет попадать самотеком. Естественно, появится жор масла, которого прежде никогда не было, но такие случаи очень редкие. Ну что, с бензиновыми двигателями закончили, а теперь переходим к дизельным. Официальные дилеры продавали только один дизель – это 2.0 TDI на 150 л.с. А вот в Европе были двигатели помощнее и приемистее. То есть 2.0 TDI мощнее и приемистее. В целом хороший мотор и без проблем ходит 500 тысяч километров. Но по гарантии меняли ремни ГРМ, потому что один из роликов оказался бракованным. И также еще по гарантии меняли реле накаливания свечей накала. У этого дизеля ременной привод ГРМ, и менять его нужно каждые 120 тысяч километров. Хотя в Европе ремень ГРМ меняются интервалом в 210 тысяч километров. Вакуумный насос и масляный насос находятся в одном блоке у этого двигателя под коленвалом и приводятся мокрым зубчатым ремешком. Этот ремешок надо менять раз в 240 тысяч километров. То есть каждые две замены ремня ГРМ. Итак, переходим к автоматическим трансмиссиям, а вернее к фирменным DSG. Никаких классических автоматов у Skoda Kodiaq не было. Итак, с двигателем 1.4 TSI доступна трансмиссия шестиступенчатая DQ250. Это отличная, живучая, надежная трансмиссия, которая очень хорошо себя зарекомендовала. Надо каждые 60 тысяч километров в ней менять масло. Масло специальное, надо 5 литров. Литр стоит примерно 50 долларов. Также надо менять еще и фильтр. Фильтр – 25 долларов. Двухлитровые двигатели оснащаются другой мокрой DSG 7-ступенчатой – этот агрегат DQ500. Долгое время он считался лучшим среди себе подобных. Но с появлением Kodiaq он стал немножко глючным. В частности, случаются редкие отказы датчиков давления муфт сцепления. Датчиков, естественно, два. Когда один из них по ошибке начнет фиксировать недостаточное давление в муфте сцепления, то трансмиссия перейдет в аварийный режим и перестанет включать либо четные, либо нечетные передачи. По гарантии дилеры меняли мехатроник, но сегодня датчики давления доступны на всем известном китайском маркетплейсе. Но качество их оставляет желать лучшего, поэтому лучше взять несколько про запас. Обслуживается тем же маслом, только на данный момент понадобится шесть баночек, фильтр, уплотнение его, а также пара уплотнительных колечек под пробки. Ну и напоминаем вам, что вот эта вот машинка на данный момент продается. Ссылочка на нее будет в описании. Также напоминаем, что в «Автостронге» помимо отличных БУ запчастей, есть отличные новые запчасти. Обязательно пишите нам, звоните и заходите на наши сайты. Также у нас есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, подбираем байки с минимальными пробегами и продаем их с полным пакетом документов. Но сейчас мы приехали на СТО, чтобы подробнее рассказать вам вот об этом автомобиле. В данном случае у нас экземпляр переднеприводный, но нам не помешает ничего рассказать о полном приводе. Так вот, за подключение задней оси в «Шкода Кодиак» отвечает муфта «Халдекс» 5-го поколения, и у нее есть регламент обслуживания. Масло надо менять раз в 3 года, либо же раз в 30 тысяч километров. Сливная и заливная пробка находятся с пассажирской стороны. Не перепутайте их с пробками для редуктора заднего, которые находятся со стороны водителя. Так вот, для замены нужно снять электрический масляный насос и прочистить его сетку-фильтр. Для установки насоса надо использовать новые винты и уплотнительные кольца. Они продаются единым комплектом. Цена примерно 30-40 долларов. Заливной и сливной винты пробки надо тоже использовать новые. Так гласит инструкция. На заправку уйдет около 650 миллилитров специального масла. Стоимость за оригинал за 850 миллилитров – 100 долларов. Но есть и неоригинальные масла, которые раза в 4 дешевле. Ну и добавим, что на сегодняшний день для электромотора, насоса, муфты Haldex есть неоригинальный ремкомплект. Туда входит коллектор и пара угольных щеток. Так вот, применять его придется после пробега в 200 тысяч километров. А еще «Кодяки» с дизельными двигателями заезжали к дилерам для замены болтов крепления маховика к коленвалу. Дело в том, что клей-герметик этих болтов слишком рано начинал пропускать масло, и масло сочилось наружу по стыку КПП и двигателя. И это напоминало утечку масла по заднему сальнику коленвала. Так вот, по гарантии, в соответствии с сервисным бюллетенем, дилеры меняли эти болты. И еще на полноприводных «Кодяках» потеет муфта «Халдеx» с маслом иногда и угловой редуктор, то есть раздатка. Многие владельцы этих машин жаловались на стук подвески. Но при тщательной диагностике оказалось, что это стучит рулевая рейка из-за износа втулок. Рейка без труда ремонтируется с заменой втулок. По гарантии на «Кодяках» меняли задние колодки и даже тормозные диски. Так вот, колодки подклинивали, вставали неровно, и это приводило к шуму при торможении. Ну, где-то при пробеге в 20 000 км. Особенно доставляла неудобства эта внутренняя колодка заднего правого колеса. Из-за ее неправильного положения неравномерно изнашивался тормозной диск. В общем, если решить вот эту проблему, то на «Шкода Кодяк» проблем с тормозами быть не должно. С подвеской у «Шкода Кодяк» все хорошо. Однако при пробегах в 50 000 км у некоторых машин трескались задние сайлентблоки передних рычагов. Один такой сайлентблок стоит по оригиналу 40 долларов, передний сайлентблок, который не изнашивается, стоит 30 долларов. Также можно сказать еще, что шаровые опоры можно заменить отдельно. Стоимость их от 10 до 80 долларов. Стойки стабилизаторов могут проходить 100 000 километров. Цена от 7 до 45 долларов. И еще, втулки стабилизатора надо покупать только по неоригиналу. Цена за одну – 12 долларов. В задней подвеске по четыре рычага на каждое колесо. Отдельно можно купить нижний сайлентблок ЦАПФы и сайлентблок продольного рычага. По оригиналу они стоят по 20 долларов. Все остальные сайлентблоки можно купить не по оригиналу. Также есть комплектные неоригинальные рычаги, а неоригинальные сайлентблоки по цене от 5 до 20 долларов. Передние ступичные подшипники продаются по цене от 60 долларов до 260, а вот задние – от 50 до 250. 260 и 250 – это, естественно, за оригинал. В общем, подвеску Škoda Kodiaq нельзя назвать сложной. По сути, она такая же, как у Tiguan. А это значит, как у кроссовера C-класс. Шкода Kodiaq – это отличный вариант, особенно если пережил гарантийные доработки и замены. Ничего дорогого в нём не ломалось. Такое ощущение, что у него всё сделано на полмиллиона километров. Да, трансмиссии при селективной DSG на такой способной. Да и двигатели хороши. А что вы думаете о Kodiaq? Обязательно напишите в комментариях. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг».